МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на студии сегодня Алена Шестакова и Павел Внучек, ведущие утреннего шоу на радио Лема «Первая пара». Ребята, привет! Привет! Итак, конечно, в первую очередь хочется услышать впечатления от вашей поездки, как там все проходило. Расскажите о лекциях, мастер-классах, поделитесь вашим опытом от поездки. Ты раньше улетела, ты я, ты четвертый. На самом деле это был большой фестиваль в масштабе всей страны. Подразделяется он следующим образом. Сначала проходят конкурсные программы по регионам, то есть по округам, Дальневосточный, Федеральный округ, Урал, Сибирь, далее, 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 по всей стране. И потом победители округов в своих номинациях собираются в Москве. И есть часть конкурсная программа, есть часть, где все учатся. Ну, ехали мы, конечно, прежде всего на конкурсную программу, но там все куплено, поэтому мы ничего не победили, ничего не взяли. Шучу, конечно. Ехали на конкурс, а получилось, что на мастер-классы. Да, примерно так. Ну, на самом деле в конкурсе есть победители, есть проигравшие, место было только одно. Но нам на самом деле сказали, что мы не проиграли однозначно, работа была очень сильная. Просто кто-то требованием заявленным, о которых мы знали мало, требованием заявленным отвечала лучше другая программа. Ну, так получилось. То есть любой конкурс, это же всегда жюри, а жюри любое, это субъективная вещь. И если бы кто-то говорил, допустим, да, вот, есть такой конкурс, вы должны соответствовать этому конкурсу. Критерии там 1, 2, 3, 4, 5, и мы бы знали, что мы готовим эфир, допустим, или ищем эфир, уже сделанный нами, да, подходящий по этим критериям. Это одно дело. А другое дело, ты просто делаешь свою работу, и ты не знаешь, во-первых, кто будет судить эфир, да, и какие критерии у них в головах, у мастеров, и поэтому я считаю, что, да, проигравших нет, просто есть люди, которых отметили, и, конечно, хочется впредь тянуться за ними. Более того, одна из судей сказала, что рада, что мы не победили в этом году. Мы, конечно, очень сильно подняли брови и удивились. Удивились. Да, удивились, почему так. Она сказала, если бы вы победили в этом году, то вы бы расслабились и ничего дальше не делали, а нам хочется, чтобы вы показали еще что-то. То есть... Возможно, она нас так успокаивала. У москвичей на нас большие планы. Это такой педагогический метод, наверное. Ребята, давайте напомним телезрителям, что победили вы, собственно, в Дальневосточном регионе с шоу о тайфуне. Лайнрок известным. Это была... Расскажите вы. Да, это была программа, нами сделанная через месяц после известных трагических событий в нашем регионе. Делали мы ее намеренно через такой промежуток времени. Потому что на тот момент, я думаю, все помнят, информационная повестка была однозначной, об этом говорили все каналы. От самого маленького местного до федеральных крупных каналов эта новость была лейтмотивом. Нам захотелось, ну, как-то свой взгляд сделать, поэтому мы немножко переждали, подождали. История обросла подробностями, как то выкинутая гуманитарная помощь, да, и как люди всем миром помогали после тайфуна. Вот этот аспект нам стал более интересен. Мы решили подождать, собрать информацию, сделать вот такой большой, мощный эффект. Более того, когда мы приехали в Москву, мы узнали, что в программе есть мастер-класс по работе журналистов в чрезвычайных ситуациях. И этот мастер-класс вела наша коллега из Хабаровска, которая несколько лет назад, когда случился тайфун на Дальнем Востоке, Амурская область, Хабаровский край, она тогда работала журналистом печатным. И она присутствовала во время ликвидации. Как раз в Амурской области в Хабаровске. Да, смотрела, как военные держали тот самый знаменитый брезент и воду буквально закрывая город своими телами. И что меня лично поразило на том мастер-классе, естественно, мы пошли, потому что эта тема схожа с нашей темой конкурсной, плюс ко всему Дальневосточница, да, наш регион. И мы шли поддержать коллегу. И что меня поразило, когда коллега показала слайды и задала вопрос аудитории, что вы слышали про эти события. То есть вся остальная Россия просто молчала. Прошло уже какое-то время. И я не знаю, то ли люди стеснялись отвечать на вопрос и высказывать свое мнение, но все промолчали. Единственное, кто там поднял руки, это были мы с Аленой. Я не хвастаюсь, просто действительно мы, как оказалось, дальневосточники об этом событии знали. А остальные регионы России как-то вот сидели и молчали. Прошли мимо. Паша, а правда, что один из вопросов тебе приснился? Да, приснился. Это был последний день, заключительный 23 апреля. Это был день лекции мастер-классов, хочу уточнить. Да, было четыре. На самом деле было четыре дня фестиваля. В каждые из этих дней были мастер-классы. То есть приезжали какие-то деятели телерадиоискусства. И индустрии. И индустрии, да. И о чем-то рассказывали. И вот в последний день как раз-таки фестивальный была лекция Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Мы с Пашей встречаемся перед непосредственно этим мастер-классом. Но что Паша говорит? Я видел сон. Паша, расскажи. Как интересно, вопрос задали мне, отвечает она. Как всегда. Я хотела сказать. Теперь понятно, кто хозяйка. В ее доме. Да, на самом деле так и было. Я жил в гостинице с программным директором радиостанции из Ямала-Ненецка в автономном округе, город Ноябрьск. И он мне утром задал вопрос. Я уезжал раньше на мастер-класс. И он мне говорит, приедешь, у организаторов спроси, когда будет Венедиктов. А я не знал, что будет Венедиктов. Ну просто банально не увидел в программе, что его мастер-класс стоит в последний день. Я приехал, естественно спросил, когда будет Венедиктов. Мне говорят, да, в последний день и то не факт, что он будет. А ночь, накануне, как я вот узнал о том, что будет Венедиктов, я вижу сон, что я в аудитории, встаю и говорю, что я вот такой-то, такой-то из города Владивостока, радиостанция Лема. Ответьте мне на вопрос. И я специально, я подумал, что в этом есть какая-то сакральная такая тайна, какой-то сакральный смысл. Я специально поехал, за три часа у меня до самолета был мастер-класс. Я приехал, встал и говорю, что вот я выделил час времени, у меня самолет скоро приехал, чтобы задать вам этот вопрос. Естественно, все посмеялись, Венедиктов в том числе. Но он ответил, ответил, кстати, вполне серьезно. А что за вопрос был? Вопрос был, как руководителю средства массовой информации, главному редактору, сохранить оппозиционность издания, но при этом не вступать в контры с властью. Потому что Эхо Москвы часто ругают, что они вроде бы про-партийные, партия власти, но при этом они и оппозиционеры. У них часто звучат и реплики, так сказать, оппозиционеров и немцов. Частенько у них бывало в эфире. Вот поэтому я такой вопрос задал. Самое интересное, Паша умолчал о том, что ему приснился не просто вопрос, но ему приснился и ответ на этот вопрос. И Венедиктов ему ответил в сне на этот вопрос. И у нас была, и Паша мне рассказал до лекции Алексея Венедиктова, сказал ответ, и мне было очень любопытно, что ответит Алексей. Микрофон ушел, хотя я сказал, когда задавал вопрос, я говорю, вы даже во сне ответили, и вот мне интересно сопоставить ответы. И микрофон пошел по толпе, людей было много, которые хотели задать вопрос. И уже после мастер-класса и лекции я подошел к Алексею Алексеевичу и говорю, а знаете, что вы мне во сне ответили? Вы мне ответили, нужно иметь ум. Он такой, гениально. Ну я об этом и говорил, только другими словами. То есть все совпало. Да. Паша, так может быть стоит следить за своими сновидениями? Серьезнее? Ну больше ничего не снялось. Были ли какие-то, может быть, неприятные впечатления? Что-то разочаровало? Или же в целом все понравилось? Погода в Москве. Мы улетали из Владивостока при плюс 21 градус Цельсия, и солнце, и все в кофтах, и мы прилетаем в Москву, где обычно в апреле очень тепло, и все уже цветет и пахнет. Там плюс один и шел снег. Все то время, что мы были в Москве, было очень холодно. Москвичи нам говорили, у нас ужасно холодно, там периодически шел дождь и такой мокрый снег. Ну я вот в принципе как одет, да, на мне была футболка, рубашка, джинсы, кеды и легкая куртка. Я так и не раздевался до сих пор. Санолета прилетел. Нет, в день вылета, час до вылета у меня оставался, и за этот час я увидел вообще все прелести погоды. То есть были тучи, ясно, дождь, сразу снег, опять солнце. Вот в течение часа все это менялось. Я понимал, что у нас во Владивостоке-то погода летом переменчивая. То туман, то солнце, то туман, а потом дождь. Но за один час это абсолютный рекорд. Москва бьет все, конечно, рекорды в этом плане. На самом деле был такой очень тонкий момент. Впервые, насколько я понимаю, в этом году вместе с нами, с участниками конкурса, на лекциях присутствовали студенты одного из журфаков московских. И, конечно, из их уст, из их аудитории задавались очень, ну для нас очень простые, и там смешные иногда вопросы, а как стать известным ведущим, а как попасть на радио. Людям уровня Венедиктов, и был, допустим, Николай Сванидзе, да, хочется им задать вопросы поинтереснее, поострее. Ну, ясно, что все хотят спросить, и поэтому приходилось и их вопросы, и ответы тоже слушать. Но на самом деле спикеры все очень уважительно относились, они были очень разносторонние, говорили настолько много тем, и о продвижении в интернете, и о театральной критике, и о телевидении, и о рекламе, и о радио, и о диджитал, все сферы затронули, успевай ходить, потому что параллельно было по три мастер-класса, и мы прям... И о гендерном разделении даже, там, приводили статистику, которую проводил портал Google. Ну, это интересно тем, кто в этой каше варится, конечно, да? Но абсолютный рекорд, по-моему, сорвал Пушной. Да, был Александр Пушной. На Пушной было очень много людей, и он пришел с гитарой, в конце какая-то была небольшая то ли песенка, то ли мастер-класс «Шутка», и он вел мастер-класс параллельно с продюсером Матч ТВ, по-моему, «Безумный спорт» он продюсирует, этот парень. Но Пушной, конечно, сорвал овации, молодежи было очень много, и они его долго потом не отпускали. Вот. Было интересно, да. Было интересно, спикеры очень разносторонние были. Мне вообще кажется, что людям нашей профессии, телеведущим, радиоведущим, да еще вообще в целом журналистам, очень полезны именно вот такие поездки и обмен опытом. Потому что как нигде, да, наверное, получаешь столько полезной и нужной информации. Потому что, как ни крути, вот мы были на экскурсиях, да, в средствах массовой информации, мастер-классы посещали, лекции, общались с теми, кто работает в Москве. Как ни крути, это центр. Там вся, как принято говорить, в молодежной среде движуха. И вроде бы ты здесь работаешь, варишься в своей каше. Тебе кажется, да, ты делаешь все хорошо, правильно. Туда приезжаешь, и оказывается, что где-то ты допускаешь прям ключевые ошибки, и так делать нельзя. И приезжая сюда, ну, во всяком случае, нас на определенное время вот эти вот разговоры, наставления не зарядили. Насколько их хватит, будем надеяться, до следующего года. На год, да. В следующем году опять поедем. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с ведущими утреннего шоу на Радио Лема «Первая пара». Ребята, мы как раз остановились на том, что вы экскурсии различные посещали. А это были экскурсии непосредственно по, я так понимаю, центральным СМИ. Местам боевой славы. Местам боевой славы, да, так сказать. Я так понимаю, что вы там подсмотрели какие-то хитрости, может быть, даже тоже какой-то мастер-класс получили от московских радиоведущих. Расскажите, в общем, об этом. Ну, мы были на радиостанции «Бизнес.ФМ», такая узконаправленная радиостанция. И я не знаю, у меня ощущение сложилось, что нас приняли весьма гостеприимно и рассказали практически все, что можно было. Накануне перед этой экскурсией мы слушали мастер-класс от шеф-редактора «Бизнес.ФМ». И задавали вопросы, в том числе, наверное, неудобные для них, про всякие черные списки, тех людей, которые, да, имеют право давать комментарии в эфире, кто не имеет. Они рассказывали нам, как получить острый комментарий. Ну, в общем, так или иначе, мы побывали в редакции, посмотрели, как работают московские коллеги. Это узкоспециализированная станция «Бизнес.ФМ» информационной направленности. То есть, ребята вещают 24 часа исключительно новостями, без музыки, без каких-то там сугубо развлекательных программ. Тяжело. Тяжело, да. Ну, там тоже есть свои хитрости, там есть ночные записанные какие-то моменты, эфиры, которые идут в повторе не всегда, люди не сутками там трудятся. Но те, кто трудятся днем, это, конечно, мега-команда. Потому что там сидит по 10 человек-продюсеров, которые дозваниваются каждую секунду разным людям, известным, неизвестным в разных точках мира по поводу, берут комментарии по поводу каких-то событий, да. Это шеф-редактор, который ими руководит. Это люди отдельно, которые готовят текст к эфиру. Это отдельный человек, который все это передает в студию. И это совсем отдельный человек, который все читает. Нас, конечно, поразил момент, мы зашли в студию как раз в тот момент, когда читали выпуск новостей, сидели два звукорежиссера. Нужно понимать, что сейчас на очень многих станциях, в особенности на музыкальных, звукооператора, звукорежиссера нет совсем. То есть он сидит где-то в студии, записывает ролики, сводит программы. В прямом эфире сейчас звукорежиссер – это, так сказать, большая роскошь, даже для московских станций. На «Бизнес.ФМ» сидит два звукорежиссера. Мы обалдели, по-русски говоря, спросили, что делают эти люди. Оказывается, один выпускает в эфир звук, то есть следит, чтобы пошел сюжет, следит, чтобы голос ведущего был выведен, а второй просто смотрит за временем. Уложатся ли эти звуковые материалы, сюжеты, уложатся ли в тайминг программы, отведенные по 15 минут делят час, уложится ли вот это количество сюжетов в эту 15-минутку. Если не укладывается, тут же от этого человека поступает звонок к шеф-редактору, мы не укладываемся. Тут же отдельный человек начинает нарезать эти сюжеты, делать их короче каким-то образом, они успевают и укладываются в 15-минутку, как нужно. Но это, конечно, хай-класс, и я понимаю, почему. Ребята работают нон-стоп, по крайней мере, в течение рабочего дня, и выдают постоянно максимум информации и максимум оперативной информации. Причем, забегая вперед, перед этой экскурсией, за пару дней, наверное, мы были на мастер-классе ведущего вечернего шоу на радио «Максимум» Адам и Джеймси, и он рассказывал в том числе и про американскую индустрию радийную, и про, естественно, то, как работают в Москве. И он сказал, что в Америке есть звукорежиссер, ведущий стоит просто за стеклом, у него нет ничего, у него только микрофон, и он за него все делает. Чаще не сидит, а именно стоит. А именно стоит. И у него все происходит там, за стеклом, за стенкой, ему все делают. В Москве, он говорит, от этого в какой-то период времени отказались, в силу экономических, да, там, проблем и так далее. Но он сказал, что сейчас в России вновь возвращаются к этому же самому, и он выдвинул такое предположение, что пройдет небольшое количество времени, и мы снова вернемся к институту звукорежиссеров, людей, которые знают, да, все про звук, как должен звучать там подложка, шум, уровень, да, как должны звучать звонки в эфире и так далее. Ну, то есть сейчас это делаем мы с Аленой, и там какой-нибудь один ведущий, да, на радиостанции, а в идеале это должны делать разные люди. Да, более того, Паша не был на одном мастер-классе, ты уже улетел, к сожалению, и для тебя сейчас это будет новинкой. Сидел, по-моему, звукорежиссер как раз-таки прямого эфира одного из утренних шоу, радио, по-моему, Апельсин ФМ в Москве, и он рассказывал, что он приходит за два часа до эфира, отслушивает, он знает, о чем будут говорить ведущие, каждые 20 секунд он должен менять подложку, ну, то есть это фон, музыка, на которой говорят ведущие. Он готовит разные подложки, он готовит разные звучки, и должен в определенный момент времени этот, допустим, звон монет, да, ведущие заговорили о деньги, он дзынь тут же должен ни секундой раньше, ни секундой позже поставить. Говорит, прихожу я на работу, и из 10 или там 100 тысяч подложек мне нужно отслушать и набрать там вот столько-то верных. 100 тысяч подложек, вы не шутите, хотелось спросить. Ну, это, конечно, здорово. Это уровень, до которого, конечно, всем региональным станциям нужно тянуться. Не к тому, что мы работаем непрофессионально, однозначно профессионально, но есть моменты, которые, конечно, хотелось бы иметь. Но я бы при этом разделил, есть же музыкальные радиостанции, есть, так сказать, разговорные, где практически час люди разговаривают с гостями или со слушателями, обсуждают тему. И мы были на мастер-классе «Уральские самоцветы» шоу «Маяка», и они как раз вот про разговорное радио говорили, что если вы общаетесь в эфире, ну, можно это делать на тишине, и нужно это делать на тишине. Но, опять же, есть тонкости, моменты, какие-то, да, работы на тишине. Вот, то есть там лишних звуков никаких не должно быть, потому что всё идёт в эфир. Если раньше на музыкальной радиостанции они работали, и весь этот лишний шум забивала подложка, то тут всё пойдёт в эфир. Я думаю, что телезрители поняли, исходя из вашего рассказа, что если у нас здесь радиоведущий, он же порой звукорежиссёр, да, ну, то есть мы вынуждены выполнять несколько функций здесь, и так везде, в принципе, на периферии. И в Москве на многих станциях. И даже в Москве на многих станциях. Но в этом ведь есть и плюсы, об этом говорят даже приезжие московские специалисты, профессионалы, которые рассказывают, что, например, зато ваш журналист в вашем маленьком информационном поле по сравнению с нашим умеет так найти тему, которую в Москве, где все избалованы, неинтересно уже просто. Ткнул пальцем, есть тема готовая, да, например, ну, как у нас, в телевизионщиках, как нам рассказывали. То есть, с другой стороны, это ведь хорошо, что вы умеете делать абсолютно всё, если вдруг появится возможность работать с другими специалистами уже, со своих профилей, то вам будет значительно проще. Я даже больше скажу, телевизионщики, наверное, не все, но многие в Москве, журналисты телевизионные, они работают налегке. Камеру за них носят, микрофон за них держат в момент записи стендапа. Человек просто должен рассказать. И поэтому, когда я смотрю, и что-то не получается у ведущего в кадре, у журналиста в кадре, всегда интересно, ну, ты не держишь микрофон. За тебя всё делают, просто говори. Почему, да? Ну, легко судить, когда ты сидишь на диване. Нет, конечно, безусловно, все профессионалы, и просто это разная специфика работы и разный подход. Так вот, мне хочется, чтобы вы сейчас рассказали о своём утреннем шоу, о том, как всё происходит изнутри. Мне, например, как радиослушателю очень интересно, я совершенно не знаю, как, например, вы принимаете эти звонки, ведь не всегда звонят люди адекватные, скажем так. Как это происходит, поделитесь секретом. Нет, бывает, звонят адекватные, а в эфире они вдруг неадекватные. Вот бывает и так, это ещё хуже, мне кажется. Об этом, кстати, тоже очень много говорилось, и на мастер-классах в том числе. Опять же, проведу аналогию, да, с московскими коллегами. На многих станциях у них есть продюсер, который заранее берёт трубку и отслушивает звонок, и двумя-тремя уже заготовленными вопросами он проверяет человека на адекватность. Тоже иногда не спасает. И иногда там в эфир тоже неадекватные, не очень адекватные люди, или не очень доброжелательные попадают, да, если это какая-то шоу-программа, и нужен позитив, тем более с утра. Мы очень часто берём звонки, так мы говорим, с колёс. То есть мы нажимаем кнопочку и выводим человека в эфир. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да. Никакого нет фильтра, никакого сита. Да, когда в эфире интерв... Это когда я говорю о том, когда идёт обсуждение темы. Паша, я и слушатель. Если в эфире у нас гость, то заранее обязательно возьмёшь трубку, пока Паша, допустим, общается, да, с гостем, или я общаюсь с гостем. Второй свободный ведущий выключает себе микрофон и звонок принимает, уточняя. Человек хочет поругать, человек хочет задать вопрос, у человека реплика. А может быть он звонит в программу по заявкам. Такое тоже бывало. То есть у нас интересный гость в студии. Если бы мы его вывели, а там было бы просто «Здравствуйте, я могу поздравить с днём рождения», ну это не очень уместно. Ещё цель у приёма звонка во время интервью за эфиром несколько другая. Чтобы не отнимать время драгоценное, ты просто уточняешь у человека. Ну опять же, зная его состояние, да, какой вопрос? Если это вопрос, который мы пять минут назад обсудили, а слушатель только подключился, ну нет смысла об этом говорить, потому что мы отнимаем время нашего разговора. А человек мог бы там за эти пять минут рассказать много ещё чего-то интересного, полезного. Но ведь бывали наверняка ситуации, можно сказать, экстремальные. Конечно. Да, мы, кстати, об этом говорили с Адамом Джеймсом. Он сам начал этот разговор о розыгрышах в Америке, о розыгрышах, которые они делали здесь, в Москве, на Радио Максимум. И я задал вопрос ему про нецензурную брань. Иногда же люди реагируют по-бытовому, просто посылают или да вы что там совсем... А здесь прямой эфир и никуда не денешься. И он рассказал, что в Америке есть программа, ну не буду произносить все эти термины, мы же всё-таки для обывателя работаем. Дилей она называет. Для обывателя работаем. Она отслеживает эти нецензурные слова и сама вырезает. В Москве есть люди, которые как бы заранее... Как программа. Да, всё готовят и стараются увести, если вот понимают, что ситуация накаляется. Но мы... Работаем в прямом эфире. Работаем без цензуры. У нас есть всё. Группа ВКонтакте, первая пара, там есть щекотливые моменты. Когда нас посылали в прямом эфире, такое было. Мы делаем очень рискованную рубрику с розыгрышем, когда мы звоним по просьбе одного человека, звоним его близкому или его родственнику. И задаем какие-то дурацкие вопросы, предлагаем какие-то дурацкие ситуации. Нам важно вывести человека на эмоцию, чтобы он или задумался надолго, или засмеялся, или наоборот как-то обеспокоился. Опять же, заранее всё мы обговариваем с автором рубрики. Но иногда действительно люди подкидывают нас сюрпризы. Причём мы как хороший, плохой полицейский. Ранее Алена была за хорошие розыгрыши. Я за то, чтобы сначала был удар, а потом катарсис, как я это называл. Сейчас Алена тоже на тёмную сторону луны переходит. И понятно, что нецензурная брань, она, наверное, привлекает аудиторию. Но не ради этого абсолютно. Но не ради этого, да. Ну, как бы, брань – это низко. В эфире мат – это низко. Но розыгрыши были действительно такие, что ах, я, допустим, вспоминаю розыгрыш, когда Алена звонила парню и говорила, мы вот с вами виделись несколько лет назад, я сейчас приехал из другой страны, и вы не хотите увидеть свою дочку? Парень отреагировал хорошо, тогда все остались живы и даже без нецензурной лексики. Он сказал, да, хочу, конечно. Да, да, да. Ну, нужно понимать, это утро, люди спят, кто-то едет на работу, не у всех хорошее настроение. Тут мы вторгаемся, мы понимаем абсолютно точно свои риски, но, опять же, ответственность много, ответственности лежит, большая часть, наверное, лежит на нас. Мы должны отыграть и сделать это так, чтобы человек, а, не успел поругаться в эфире, или, б, даже не смог этого сделать. Да, а у меня была ситуация, когда я позвонил, точнее, оставили заявку, прям по ходу эфира, играла песня, оставили заявку, женщина потеряла своего мужа. Два дня она его не может найти. Где он есть, что с ним? Говорит, позвоните, может быть, он видит мой номер телефона и специально не отвечает. Позвоните, спросите, где мой Валера? Кстати, если его зовут Валера, простите, я не помню, может быть, это совпадение. Я позвонил, взял трубку мужчины, я говорю, здравствуйте, Валерий? Он сказал, нет. Я попросил позвать Валерия к телефону, на что этот мужчина сказал, а он не может подойти, он с девочками в бане. Это был самый шикотливый момент. Я уже не помню, как я выкручивал. Тут уже ты почувствовал себя неловко. Ну, да, в подбросил, конечно. Я просто понимал, что женщина-то слушает в этот момент. И, кстати, было бы интересно узнать, что с их браком-то. Нет, ну, здесь тоже такой очень тонкий момент, этический, конечно. Важно, мы в один момент для себя приняли правило, что после розыгрыша человеку должно быть как минимум не хуже, чем ему было до розыгрыша. Поэтому стараемся балансировать. Такие ситуации, как Паша говорит, они очень редкие и остаются нам как рабоучение, не навреди. Нет, ну я тогда просто выполнил просьбу. Женщина искала мужа. Я как в программе на Первом канале искал человека и нашел. В общем, а телезрителям стоит тоже сделать такую заметочку для себя, что если вы с утра по телефону попали в какую-то, как вам кажется, неординарную странную ситуацию, это могут быть Паша и Алена, ведущие шоу «Первая пара» на Радио Лемы. Поэтому не материтесь. Но при этом соблюдайте правила, когда звоните в эфир Дорожного движения. У нас был случай, когда в аварию попала в прямом эфире девушка. Кстати, тоже нужно быть внимательным. Не говорите по телефону за рулем. Ситуации могут быть, безусловно, разные. Здорово, что вы поделились с нами секретами. Нам уже, к сожалению, пора заканчивать наш разговор. И мне бы хотелось, чтобы напоследок вы ответили на один интересующий меня, я думаю, наш телезрительный вопрос. Вы в начале программы озвучили, что вас пригласили еще раз участвовать. В фестивале, в месте медиа, вы планируете подавать заявку в очередной раз? Мы должны сейчас так встать. Вы планируете подавать заявку? Ответьте, Алена. Конечно, но нам придется проделать этот путь еще раз. То есть нужно будет подать заявку на региональный конкурс, Дальний Восток, победить, и только потом ехать в Москву. Ну, в конце концов, это не самоцель. Самоцель и главное, ради чего мы все это делаем, для того, чтобы наш слушатель нас включил с утра, и выключая приемник, уходя по своим делам, он пребывал в еще лучшем настроении, чем он был до этого. Это наш главный судья, это наш главный лектор, учитель, и это наш главный человек. Поэтому мы каждый день выдерживаем. Поэтому мы голосуем за нашего слушателя. Ну и более того, вам действительно это всегда удается. Спасибо вам за замечательное настроение, за эти положительные эмоции, побед вам новых и интересных слушателей, и гостей эфира. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, Аня. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.